Сходились с Лёшкой купили букет вот такой красивых роз. Смотрите, какая красота. Завтра в моем день рождения. Решили заранее купить с вечера, чтобы утром не бегать. Потому что до школы с Артёмом, чтобы успеть сходить поздравить. В общем, помога такая матовая красивая цвета. Видите, зелёненькая. Я уже в воду поставила их. Красивые такие, розовенькие. Красивый букет получился. Так, ребята, я сейчас готовлю меренгу рулет. Завтра у моего день рождения. Я решила испечь самый любимый мой и мамин десерт. Я его обожаю для десерт, но она тоже прям тащится. Папа у меня, конечно, не очень любит. Он любит такое более плотное, что-нибудь типа чизкейка. Вот. Клубнику уже разморозила. Сам вот этот пласт уже стоит в духовке. Сливки я уже взбила с творожным сыром. Добавляю немножко творожного сыра. Вот. Для стабильности более, чтобы, ну, если вдруг сливки слабовато взбились, то хотя бы творожный сыр удержит. Я поставлю всё в холодильник. У меня фильтруется вода, если что. Слышите звук. Вода фильтруется. Вот. Сейчас приготовлю. И завтра пойдём с рулетом в гости. Поздравляю маму. Сам корж поднялся. Чуть-чуть, по-моему, даже опустился. Ну, ладно. Кстати, сегодня белки как-то не очень хорошо сбились. Бывало, и лучше сбивались. Не знаю, пока посмотрим, что получилось. Если вдруг что-то не получилось, придётся ещё раз белки сбивать. Другие уже, другую партию. И, конечно, самое главное. Клубника это нормальная. Вот я её с утра ещё вытащила. Она стабильная. Главное, всё, чтобы стабильно было, не потекло. Выбила вот эту жижу. Так, ну что, ребята. Это ненормально. Поэтому сейчас я буду переделывать. Белок должен быть воздушный. А он, получается, упал у меня. Ну, это не то вообще пальто. Конечно, можно сделать из него рулет, но он будет такой уже. Видите, тут нет воздушности. Недовзбила я белок, либо что-то с яйцами. Может, желтого лишь попал. Потом вот это переделывать. Ну, всё, это получился. Видите, он такой воздушный. Ну, сбоку не видно, правда. Ну, в разрезе будет воздушный. Сейчас я тут середину уже не режу вам. Поэтому тяжело сказать. Ну, в общем, совсем другой эффект. В общем, сейчас намажу, украшу, потом покажу, что получилось. Ну, вот что у меня в итоге получилось. Конечно, клубнички можно было по-другому положить. Я уже сначала в один ряд положила. Ну, то есть вот так вот, в таком направлении. Потом, думаю, надо ещё добавить. Ещё добавила. И, в общем, получилось не так, как хотелось бы. Вот я всегда украшу торт. А потом, думаю, надо было по-другому. Ну, тут уже не поменяешь. Сливки расползутся. В общем, всё испортится. Поэтому так оставила. Типа полено получилось. Видите, здесь тоже кремом закрыло. Вот. Так что убираю всё в холодильник. До завтра надеюсь, что не выплывёт. Ну, не должен, в принципе. Даже слегонца, если сок клубника даст, ничего страшного. Вот. Так что всё готово. Убираю в холодильник. Там у меня ещё пироженки. Потому что осталось безе. Вот. Так что крем ещё как раз для пироженок останется. Так, ну вот. Гнёзда, пироженки. Конечно, клубника. Вот этот раз я покупала о нём в Союзе. Она там прям такая классная у них. А это я покупала в павильоне. Фрукты, овощи. Там у них клубника, она, знаете, она... Ну, такое ощущение, что они не такую прям идеальную замораживают, да, немножко, который уже начинает подмятую. Вот такой вот. Поэтому сок даёт. Мужчина, конечно, украшиваешь. Кажется, в лапе свежее было бы. Другой эффект. Другой бы вид. Ну, что есть, то есть. Ладно. Убираю в холодильник. Ещё обрезки он держат. Кстати, вот эта последняя партия, безэшка, получается прям отменная. Правда, моё не подгорели. Класс. Прямо тает во рту. Собираемся, собираемся. Я тут платьица надела, пальто. Снег идёт, я не знаю, я, наверное, замёрзну. Ну, я не буду далеко идти, мне нормально. Идёшь, он тут принарядился. Вон, смотрите, красотчики надела. Пастанешки. Вместе тачки. Ну, что торт несёт? Там надо бы хоть коробку какую-то купить. Сверху закрыть. Сейчас покажу. Коробки нет. Она была идти за коробкой. Короче, вот идти за минуту. Коробки покупать. Не встанет. Несёт так. Сейчас закурит мне он. Тор, давай я подержу, потом это сам. Покуришь. А ты сейчас закуришь торт. Ну, что, смотрите, красивые кроссовочки новые надел. Вот такой. Что-то, грыжи давит одну ногу или что? Ну, это идеально, а вот этот чуть-чуть вот здесь вот. Да. А он по размеру нормальный, а вот здесь в ширину. Может быть, этот чаще надевали просто где-нибудь. Может быть. Ты иду. Ну, с тортиком. Леша говорит, что-то как-то неудобно. Я говорю, да что неудобно, я же не сперла его, а сама сделала. Артем, повернись, я тебе сниму цветочку. А, вон, да. Дед что-то там таскает какие-то эти, как он называется, какие-то колеса. Давай, привет. Здорово. Ты что делаешь? Заходите. Ну, говорит, машина завтра, надо срочно выдернуть. Я говорю, сейчас заставлю их выдирать, они развалят меня все где-то. Давай, звони. Заходите пока, сейчас я... Чтобы все было хорошо, чтобы жизнь налажилась, чтобы эти ты росли, чтобы ты не унылла. Ну, хорошо, молодец. Вот, придайте почаще, я унывать не буду. Вот именно. Спасибо. Проходите, давай, все развивайте. Артем, дистанционка, все школы почти заминированы, сообщение пришло. А когда пришло сообщение? Сегодня с утра эвакуировали какую-то школу. Надо подрезать разочек. Я сегодня не резала их. Второй разкидываю. Второй недель нет. Что вон в покрышках, что-то все раскидано в этих покрышках. Ты дальше погляди, там сколько, вон туда. Вон, я тоже вижу там, и тут, и здесь. Так-то не очень красиво все. Булыжники какие-то лежат. А зачем камни раскидали, что-то не помню. Чтобы машины не подъезжали, видела. Куда? Ну, куда, куда. Ну, туда не старелись, видишь? Все, все газоны уже за это. Ну, у тебя, если нет многолетних цветов рядом и грядки, и Красная Роя идет, ну, у нас нет, ну, ну, и пусть сами. Звонят с утра, завтра машины будут, и больше не дадут. Ну, видимо, город выделяет машины. Логачки. Они, говорит, загрузят стой, мусор, который за Антона снимал. Что-то выделяется. Я сегодня не успею, унесу по крышке. Видели он там валяется, по улице? Нет. Машина, приехав с города, не будет ходить собирать. Они скажут, в кучу организуйте. Владимир Николаевич, посмотрите, он туда. Да, видел. Видел, да? Камни всего. Не, он, знаете, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ну, чтобы машины не заезжали. Не заезжали. Скидали. Машины все выделили. Они прямо под стоянку устроили. Здесь раньше трава была. Сейчас все закатали. Да, да, да. Какие-то шорты они висит. А, в трусах ходить. А, да, в ходи вон там. Наготовила целую кучу. Что тут? Лечо, маслины, огурцы, помидоры, мясо, свинина. Садитесь. Овощи на пару. Салат. Кого? Как салат? Крусель? Как? В маяке у кого? Крусель, наверное. Ну, не знаю у кого. А рыба что, селедкой? Да, селедка. Рассажда целую кучу. Ну, заходи туда. На, ты опять понакладываешь. Артем, уйдем. Бери. Артема, отсоединяйся. Мясо. Сразу побольше кусочек. Бери. Еще бери. Знаете, какая шпажка. Артема вроде сдал кого. Перепутал. Сразу не поймешь, да? Угу, конечно. Что? Ничего. Или муж. Давай муж сначала. Давай муж. Муж. Который цел день бегает. Да. Ну, работает что-то. Мамочка, поздравляйте с днем рождения. Канер. Желайте здоровья. Ему только отдыхать. Желайте здоровья. А что, нормально? Желайте здоровья. Галиночка Александровна, я поздравляю тебя с днем рождения. Будь у меня такой же красивый, приветливый и ласковый. Приветливый и ласковый последний, да? Все, молодцы. Спасибо. Все, с днем рождения. Давайте все. Давайте. 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 Может, тебе сок другой взять? Что? Чокаемся? Анна, можно чокаться? Можно. Не хотят. Ой, каплю. Че ты? Сок будешь? Там есть манго, бананы. А, начицу, да? Неси там в кухню. Там очевидным эффектом. Это хорошо. Это надо подогреть было. Она тебе сейчас не развалится. Да? Да. Я же так делаю. Грею, чтобы она как бы отошла. Греет. Или пускай постоит чуть-чуть. Если она у нас сейчас рюмашку выпила бы, она открыла бы. Да, ну, она не пьет же. А можно вот просто поцарапать форму? Я даже не знаю, как же форму. Я даже не знаю, как же форму поставить. Да, ну, ты че? Там до ножа ведь. А-а. Как поставишь-то че? А как греет? Надо феном? Феном? Я феном грею обычно. Ну, ножом пройди, ничего страшного. Да, не, поцарапает форму не надо. Ничего не поцарапай. Маленький возьми нож, узкий. Это широкий. Я вот так вот взяла, когда свежий стала ставить. Приворачивай. Ну, видишь, она. Ты не так. Ты вместе с тарелки поднимаешь. Во-во-во, вверх приподними, и все, она у тебя отойдет сейчас. Чуть-чуть. Раз-раз. Я у меня раз, и я перепугалась. И вот тут ушло, пройдись, и все, и отойдет она у тебя. Ну, вот все. Вот и все. Это желе, да? Или что? Какое желе? Это торт? Чизкейк, что ли? Нет. Сверху желе. Какое-то банановое, говорит. Оно совсем не открывается, да? Открывается. Ну, куда я посмотрю. У меня не открывается. Открывается. Нет, совсем не открывается. А, я что-то не пойму, как он работает. А, расширить надо. Так, там что-то коричневое. Что это? Шоколад? Одно? А я одно, кстати, не ставлю. Зачем дно поставила? Она бы в тарелке делала бы сразу, да и все. Ну, вот. А, ты же не печенье, ты говоришь, что даже другое-то-то. А, слоеное тесто, ты же сказала. И белое вино будто бы разъезжает. Да, ты же слоеное тесто. Пока ждала, не дождалась. Вот это. Вот надо было тесто положить на тарелочку без дна, и все. Я без дна делаю. Потом вытаскивать тяжело это все дело. Сейчас попробуем, что тут разрежется. Нормально все режется. И течет. Нормально, что? А сколько желатина? Пачка? Две? Пачка. А пополам еще сделаю. Так быстро. Что-то не хватило уже силы. Я наелся уже. Ну, так мы с тобой... Так что, хватит наедаться. Сейчас еще торт наш плес. Да? Попробуй. Ой, что это за кусок? Со сливками. А, сливки еще? А взбивала их? Или нет? Сливки взбивала? Здоровья вам. Меша, у нас хорошая вещь речи тебя говорит. Это жестко. Что ты сейчас фразу сказал? Повтори. Что? Фразу куча сказала. Что-то аппетитное. Я говорю, хватит есть. Белый, говоришь, вредный. Я говорю, вредный, когда... Без аппетита ешь. Когда с аппетитом... Это не вредно, да? Это на пользу. Когда человек с удовольствием ест, значит, это на пользу. А ты всегда... Крылатая праха. Значит, и пить тоже полезно. По твоей логике, да? Его брюки не застегаются. Значит, и курить полезно, и пить полезно. Расслывайся. Как Петросян. Это... Телевизору. Вот это вот. Сарафан. 319 канал. Деда спрашивает. Один из кавказских. Деда спрашивает. Дедушка, тебе сколько лет? Ну, на таком акценте. Дедушка, сколько тебе лет? Он говорит. Суто 57. О! Долгожитель вроде. И вы и курите, и пьете. Он говорит. А иначе... Пью, говорит, и курю. Иначе я сдохнуть не смогу. 50... 157 лет прожил. Пью, говорит, и курю. Иначе, говорит, сдохнуть не смогу. То есть, будет жить еще дальше. То есть, для людей... 100 лет это много. А он 157. И пью, и курю, говорит. Иначе, говорит, я сдохнуть не смогу. Че тесто осталось внизу? Конечно. Подложка. Ну, ничего. Желатином сидим. Че такого? Конечно, они не составят. Зато легкий десерт мне нравится. Да, очень. Не утяжелит никуда. Очень легкий. Смел и сбегал. Ирина прочитала, говорит, у вас там видео нового вышло. Ну, че там? Ну, да. Написано горе у нас. Че? Может, надо открыть это видео. А там ничего не показывалось? Мы там смотрим, вместе ездили. Она, говорит, она видела, что здесь много. А че, да, видели. Там ничего такого нет. Все, приступаем к чаепитию. У мамы банановый банан. Такое ощущение, что здесь топленое молоко, а не сливки. Ага, а уже что ли? Опять? Уже было же. Хотел сказать, потом понял. Автоответчик? Типа автоответчик. Зачем уже ставили? Зачем еще так? Если бы проходили недавно, то там. Ага, сейчас побежали, поставили. Звоните, я позвоню. Потому что уже... Кому звонить? Чего позвонить? Мне лучше звоните, я позвоню. Я позвоню в 112 или еще куда-нибудь. И я тогда просто же вызывал же тоже. У вас такого-то... Кто-то здесь кого-то избивал. Парень, девушку. Я взял, быстренько вызвал. Мы через пять уже приехали. Быстренько. Я ничего не понял. У вас здесь вот избивали. Парень, девушку избивал. Елена говорит, что можете вызвать? Я говорю, давай вызовем. Я взял, набрал. Никаких-то отведчиков не было. Сразу же приехал машину оттуда. Ну, как бы со стороны. Титан. Ну, тебе звонишь, куда-то. Какой надо? Титан, с вами. Ну, а мне отдалдите. Я говорю, а, ну, что проблема? Я говорю, вот здесь у нас это самое избивали. Они говорят, как бы идут туда, в сторону. Вниз туда, по направлению как бы. Вот хулик здесь у нас. Будки полететь. Когда это было? Летом. Летом было. А сейчас, апрель месяц. Событий на Украине не было. Сейчас он с кем-то видом, как там подъехал. Ну, видно, что приехал противожелание. Видимо, там сказали, езжай, человек наблюдает. Потом, не дай ему что-то случится, скажет, что никто никак не среагировал. Не отвлекли, у меня другие дела были сложные. Я говорю, я понял. Короче, вам это не нужно. Все, я пошел. Ну, идите. Я с машины вышел. Протокол составил. Судим я или нет? Слово записано верно или нет? Ну, это у них порядок. Ты возьми вот этих людей заодно. Пришел, сел в машину, бумаги какие-то с печатями там у них забрал. Паспорта. Я говорю, удостоверение показывали. Если ты возьми, скажи, а где удостоверение, которое вы предъявляли людям? А они явно фальшивые. А фальшивые – это уже подделка документов, уже уголовная ответственность. Понимаешь? Он-то и дело. Не спросил с них. В том-то и дело. Паспорта собрал, главное. Они ему дали только паспорта. А я ему до того, как он с ними начал беседовать, сказал. Удостоверение предъявляли. Красные корочки, внутри щит с мечами. Как будто они с ФСБ пришли. В основном, видимо, на этих... Дурачков расчет. Ну, расчет на дилетантов. Ну, знаете, как их называют-то? Ну, обыватели простые. Покажут глаза. С ФСБ пришли прям. Понимаешь? Ты возьми, скажи, вот у вас человек, он в машине сидит. Видел удостоверение, мы предъявляли. С красными корочками и печать там. Вот, вот, вот. Почему он не потребовал с них этого? Они паспорта ему дали, и он посчитал этого достаточно. Приехал для галочки. Чтобы не сказали, что никакой реакции никто не... Нет. Уже у поймали, можно сказать? Не стреление даже не потребовал. Что сказали, направили, он не хочет. Спустя рукава отнеслись к этому деву. Если он их отпустил, они пойдут дальше. Этими корочками трясти, других бураков искать. Ну, они-то тебе пришли, сказали, что напряжение будет скакать. Убавьте, да, электроприборы. Электроприборы выключите, и все. А усы вы их домой пустили? Их домой? Нет. И что они там им сказали? Что сказали? У вас прибор нормально, но посмотрите. Никаких замечаний нет к работе электроэнергии. А они, может, отсканировали, что-то где дома. А у нас корочки показали, обзвонили все три квартиры и стоят с таким видом. Я говорю, что случилось? В чем дело? Она так на меня, вот, сверния, так вот, чик. Слушать у вас вот это типа. Не понимаешь? Я говорю, ограничить электроэнергию, как понимать? Ну, парень говорит, не включайте строительные бытовые приборы, электро-бытовые приборы строительные. На вашей подстанции будут делать профилактические работы. Ну, напишите объявление. Я открываю, смотрю на подстанцию, она закрыта, никакой службы, машины нет. Давай звонить по коммунальному хозяйству, дежурному по городу, ЖКХ. Никто ничего не знает. Не отвечают или не знают. Значит, это что, не подозрительно? Конечно, подозрительно. Смотрят, как самозванцы, и лапшу вешают люди. Короче, вот, исходя вот из-за этого, делаем вывод. Никому это не нужно, и никому дела нет. Даже тем, кто за этот день не получает, должен заниматься. Ну, он холодный любит. У тебя холодный есть. Да? Да, Артем холодный все любит. Лежит и все. Вот и мотай на ус. Ты должен бдительный кто-нибудь. А то тебе скажут, корочки, покажут ФСБ. И ты мать родную продашь. Ну, все расскажешь. Ну, да, она ушла вот туда. Дома никого нет. Заходите, придет в 3. Это расчет вот на таких людей. Я закрывать не буду, брать сама меня дома не будет. Приходите. Все расскажешь. Деньки на автобусе лежат сам-то. Да. Да. А на анфиску внимания не обращайте. Она добрая у нас. Она все записывает. Сейчас жизнь кругом вранье. Мошенников тима. Они каждый день уходят мошенники. Чтобы где-то деньги срубить. Хватит где-то. Я ему говорю. Что, куришь? Про мошенников. Курю, кури, когда выпью, да? Пей чай, садись. А то кудри пойду сейчас встречу. У меня ножницы. Так, что? Заливать? Или Павла? Такой позотрел. Ну, на честь. Смотри, штаны застегнуть не могу. Все, нефиг. Белый хлеб есть. Белый хлеб не надо есть. И хлеб, и фисташки. Так они, конечно, калорийные фисташки. Так вроде пишут, что 15 штук, не больше надо съедать. Ну, кого-то, а ты, наверное, 25. 105 пополняет. Бумажка вылетела, Леша. У кого-то выпало. Что вы делаете? Надо меньше белого хлеба есть. Зимой-то, Рубуева, все худенькие. А год назад вообще был худой. Опять что-то поправилось. Сильно, да? Надо худеть. Я задыхаюсь, я говорю, а как же я жиренький. 13 килограмм опять нажрал. Ну, так надо это меньше есть. Хлеба уже недолго. Не много. Чего ты ржешь-то? Поступает больше сюда, чем разводится. А этот, опять в теннис, мне там ваши эти теннисистские женщины попадались. Кого? Я вчера с ним. Все они ходят с палками, все они больше. А он же без палки. Нет, он говорит, а что-то Владимир Николаевич с нами не присоединяется, к нам. Что-что? У нас спорткут не вступает. Я говорю, он учет теннис. Какой спорткут? Да не хожу я туда уже? Пошли мы домой. Солком давали, салатом. Пошли домой. Сейчас Артем еще поможет. Покрышки идут отнести. Какую-то помойку там, что-то не знаю куда. Хотя у него сегодня санционка в школе, но немножко опоздает сюда, что-то. Без маникюра. Ну, маникюр я. Пока пускай отдохнут ногти маленько. Потом придумаю, что-то. По мае может сделать. Подо волосы буду в мае. В начале лета. Волосами займусь и ногтями. Правильно? Лето. Что сейчас холодно? Горди переоденься, не хочет переодеваться. Редактор суб polarization. Субтитры подогнал «Симон»